Майор Иванов, документы на машину Вадимовского университета Верения передъявляем. Карасина Тамара Алексеевна. Из машины выходите, пожалуйста, в багажничек посмотрим. А что случилось? Поступила ориентировка, ваша машина подходит под описание. Вот и проверяем. Смотрите. А вот там у вас что? Пустите, это машина моей жены! Пустите, я сказал! Пустите! Пустите! Пустите, а-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! КОНЕЦ КОНЕЦ Ремень не пристёгнут, поэтому подушка безопасности не спасла. Но по внешним признакам не справилась с управлением. Почему вызвали нас? Вот почему. Гильза. Травматика. Стрелянная недавно. Следователь, как только обнаружил гильзу, больше ничего не трогал. А вот и пистолет. Обойма полная. Не взведён, почищен. Откуда свежая гильза? Не знаю. Так, что там ещё? Паспорт. Красина Тамара. Вроде она. Она. Её муж опознал. Вон в машине сидит. А вон откуда? Кто-то вызвал? Чёрт чё знает. Да, Ваня, пробил? Красина Тамара Алексеевна, 82-го года рождения. Несудимо не привлекалась. Учредителей благотворительного фонда замужем, детей нет. Я могу уже домой идти. Примите мои соболезнования. Не понимаю. Она ведь всегда пристёгивалась. И вообще аккуратно водила. Кто вам сообщил об аварии? Никто. Я с работы ехал. Увидел машину. Ещё один вопрос. Мы обнаружили у вашей жены травматический пистолет. Да, это я заставил её оформить на всякий случай. Глупо. На неё кто-то нападал, угрожал? Она когда-нибудь применяла оружие? Нет. А почему вы спрашиваете? Тихонов, ты где? Привет. Я тебе там записку оставлял. Да неприличие наглого содержания. Чего? Я только попросил отстрелять пистолет. А что значит буква С в конце? Ну ты поняла, что такое буква С в конце? Сейчас ты узнаешь, что такое отстрел. Я вообще не подлизывайся. Я бы всё видела, как ты с тайгой заигрывал. Кобелина. Ладно. Гильзы сравнила? Да. Стрелянный из этого пистолета. Непонятно. Вызов вчера поступил. ДТП с смертельным. А в салоне у тётки свежая гильза от травмата. От травмата её? Её. Только травмат чистый, а обойма полная. А гильза стреляна. Максимум часов за шесть. Ну, почистила пистолет, дозарядила. Да, понимаешь, её муж говорит, что она разбирать пистолет не умеет. А что за тётка-то? Тамара Красина. У неё был богатый папаша. Оставил дочке кучу денег. Дочка учредила благотворительный фонд. Валь, ну что по трупу со вчерашнего ДТП? Так, время смерти около двадцати-тридцати. Ну да, это время аварии. Причина смерти – черепно-мозговая травма, удар по теменной кости. Она была не пристёгнута, могла удариться как угодно. Да, вот только эта травма получена за пять-десять минут до остальных. Что? Её убили до аварии? И думаю, обычное вскрытие этого бы не определило. А почему возникли такие подозрения? В салоне нашли недавно стрелянную гильзу. Стрелянную гильзу? Странно, никаких следов пороховых газов на руках и одежде я не обнаружила. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В машине красный, следов пороховых газов нет. Откуда же гильзы в салоне? Так, я закончил тестирование блока управления. Машина в момент аварии была исправна. У багажника есть свежие бурые пятна. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК КРОВЬ Осталось определить, чья. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну что с кровью? Кровь в багажнике совпала с кровью трупа. Итак, похоже, Красину ударили по голове, когда она зачем-то нагнулась в багажник. Потом усадили за руль и имитировали вылет с трассы. Это несложно, у неё коробка автомата. Зафиксировали нажатыми обе педали, потом тормоз отпустили. Красину не ограбили, значит, просто хотели от неё избавиться. А наследует всё муженёк. Больше у Красины близких родственников нет. У нас на её мужа ничего нет. Срочно проверьте все его биллинги. ФЭС расследует ДТП со смертельным исходом. Погибшая Тамара Красина опознана мужем Глебом Красиным. В салоне машины Красиной обнаружена недавно стрелянная гильза. ФЭС устанавливает, что Красина умерла не в результате ДТП. Женщина была убита за несколько минут до аварии. Под подозрение попадает муж Тамары. Именно Глеб является единственным наследником богатой жены. Извините за беспокойство. Надо некоторые вопросы выяснить. Так, формальность. Да вы не извиняйтесь. Я вообще сейчас должен чем-нибудь заниматься. Помянуть вы надо, а? Я при исполнении. Ага. Ну понятно. Не буду мешать. Ваш родственник? Мой хороший товарищ из Перми. Сейчас в Москве вот заехал, чтобы я один не оставался. Вы спрашиваете. Чем ваша жена занималась вчера? Понимаете, у Тамары благотворительный фонд, и она все в свое время тратила на него. Постоянно искала жертвователей, подбирала волонтеров, устраивала акции и так далее. А вчера? Вчера утром она должна была быть у себя в офисе, потом поехать в Подмосковье, в детский дом, раздать подарки. Вы с ней созванивались? В обед да. Потом я поехал по работе на выставку по технологиям печати, там у меня и сел мобильник. А на выставке вы были до вечера? Да, я уехал после восьми. По дороге я увидел машину Тамары. Мобильный Красин отключился вчера, чуть позже, четырех часов дня. Не верю я в такие совпадения. Нужно выяснить точно, был ли он на выставке и когда уехал. Что еще известно о Красине? Ну, он специалист по технологиям защиты ценных бумаг. Семь лет назад переехал в Москву из Перми, при этом сменил фамилию. Очень интересно. Проверяли его прошлое в Перми? Ну, он работал инженером на фабрике госзнака, отзывы самые лестные. Что в Москве? Продолжает работать по специальности изготовления документов с высокой степенью защиты. Собственно, вчерашняя выставка как раз по такой тематике. Красин вчера действительно был на выставке, но машину ставил не на внутренней стоянке, хотя допуск у него был. Я думаю, чтобы его не отследили. Я запросил запись камер наблюдения рядом с выставкой. Где-то же он машину парковал. Кажется, я нашла машину у Красина. Где? Вот он вчера приезжает. Красин ставит машину недалеко от выставочного центра. 14.21. Выходит, Красин соврал. Он уехал с выставки без 10.6, а не в 8. Двух часов вполне хватит, чтобы подготовить убийство. Вы нам соврали, Глеб Андреевич. Вы покинули вчера выставку, раньше на два часа. Где вы были? Какое это имеет значение? Гибель вашей жены была подстроена. Что? Как? Зачем? Вы думаете, это я? Где вы были вчера с 18 до 20-30? У любовницы. Ее зовут Катя Постникова. Это моя знакомая из Перми. Как давно вы встречаетесь? Совсем недавно. Она позвонила мне месяц назад на работу. Адрес? Ваня, ты ее мобильно запеленговал? Нет ее дома, нет. Вижу, понял, все, вижу. Екатерина Постникова, добрый день, федеральная экспертная служба. Майор Лисицын. И что? Скажите, вы знаете этого человека? Вы можете быть немножко покрасноречивее? Ну, Глеб, мой знакомый. Когда вы последний раз виделись? Вчера вечером. А точнее? Приехал около шести, уехал после восьми. Кто-нибудь подтвердить это может? А, вон соседка. Мы как раз с ней вчера столкнулись на лестничной площадке. Спасибо. Точно. Этот мужик от нее выходил. Я как раз шла сериал смотреть. А во сколько сериал? Пол девятого, по пятому каналу. Там как раз начальница и ее заместитель. Значит, и никак они не поженятся. У Красина железное алиби. Он никак не мог успеть раньше на место аварии. Но он мог кого-то привлечь к убийству жены. Завтра надо тщательно проверить всех его знакомых. И с контактами Красиной продолжить. Она по делам своего фонда с каким-то невероятным количеством людей общалась. Да, хорошо. Тихонов, ты тут? Или опять? Опять что? Понравилась цеха? Что ты там делал? Модернизирую компьютер, чтобы он с нами человеческим голосом разговаривал. И сам за нас работал. Эй, давай работай. Доброе утро, о мой повелитель. Чего изволить? Я тебя убью сейчас. Убирай это быстро. Делать нечего. Рогозина уже спрашивала о контактах Красина. Я уже проверил все выходы в интернет с домашнего компьютера Красина. И что нашел? Поиск проката автомобилей. Зачем Красину прокат? Не ему. Он во время поиска на работе был. Искала его жена. И? Лисицын уже проверяет эту фирму. Да, товарищ майор Лисицын. Красина в день смерти после обеда взяла в прокат в автосалоне трехдверный фокус темно-синего цвета. А зачем Красиной понадобился трехдверный фокус? Ладно, диктуйте номер. А проверили, на чем Красина в день смерти в Подмосковье ездила? Все проверили. Она была в детдоме на своей машине. Кому она тачку взяла? Подожди, подожди. А какой там номер машины? Смотри. Это Красин в день убийства уезжает с выставки. И смотри, кто едет сразу за ним. Да, это тот самый прокатный автомобиль. Можешь выделить водителя? Это ведь сама Красина. Как Красина могла быть одновременно в двух местах? Она не была в двух местах. Вот это совпадает с фотографией Красиной из ее паспорта. А вот это фотография убитой. Она очень похожа на Красину, но это не она. А поскольку Красина опознала в погибшей свою жену, никому и в голову не пришло это проверять. Во-первых, надо точно понять, кто у нас убит. Возможно, убили саму Красину. В паспорт могли вклеить фотографию двойника. У Красины есть тетка. Надо взять образец ДНК. Во-вторых, надо понять, с кем все-таки жил Красин. С самой Красиной или с ее двойником. Только осторожно, нужно Красину не спугнуть. Подожировые из автомобиля Красиной дадут ДНК той, которая пользовалась машиной постоянно. Надо будет сравнить с ДНК-трупа. И в-третьих, нужно установить личность двойника. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Да, Петрович, Тутаевой тут явно. Нет. Нужен образец ее ДНК. Да, ДНК с предметов гигиены съемной квартиры актрисы Тутаевой совпало с ДНК-труппой из машины Красиной. Итак, Красин нанимает двойника Тутаеву, отправляет Тутаеву вместо себя в детский дом, а сама в это время на прокатной машине следит за мужем. Да, Тутаеву на обратном пути убивают, а Красиной исчезает. Муж Красиной опознает Тутаевой свою жену. И еще рядом с трупом Тутаевой откуда-то взялась недавно стрелянная гильза. При этом травматический пистолет тщательно почищен, и на нем нет отпечатков Тутаевой. С пистолета стреляли днем, потом почистили. Вряд ли Красиной дала свой пистолет Тутаевой. Наверное, с Красиной что-то случилось, она стреляла в кого-то. И чтобы Красину не искали, убили ее двойника, якобы саму Красину. Поэтому и все вещи Красиной подкинули двойнику. Но зачем вместе с вещами подкидывать гильзу? Ну, если б не эта гильза, не было бы никакого расследования. Можно попробовать их вычислить. Иван, готов перенагационную станцию? ФС расследует ДТП со смертельным исходом. Глеб Красин опознает в погибшей свою жену Тамару Красину. Однако устанавливают, что погибшая была убита за несколько минут до автокатастрофы. Любовница Красина Постникова подтверждает алиби Красина. Выясняется, что в день автокатастрофы Красина взяла на прокат автомобиль. Также Красина наняла двойника актрису Тутаеву. Именно актрису и убили. ФС подозревает, что Глеб Красин как-то причастен к этому убийству. Кто это? Понятия не имею. Алло? Алло? Добрый вечер. Извините, можно услышать Тамару Алексеевну? Тамару Алексеевну? А кто ее спрашивает? Видите ли, Тамара Алексеевна набирала актеров. А, вы актер? Нет, нет, моя девушка актриса. Тамара Алексеевна вроде взяла ее на съемки, но я не могу ей дозвониться. Она мне оставила два телефона Тамары Алексеевны. Мобильный и этот. На мобильный Тамара Алексеевна я тоже не могу дозвониться. Скажите, а как фамилия вашей девушки? Тутаева Анна. Тутаева. Сейчас, секундочку. Алло, слушайте, вы знаете, тут такая ситуация. Группа уехала за город на съемки, а там проблемы со связью. Вы только не волнуйтесь, у меня ваш номер определился. Вам на него звонить, если что? Да, можно на него, но только вечером, а так на мобильный. Мобильный, да. Сейчас, секунду. Ага, пишу. Ага, все, я записал. Вы, главное, не волнуйтесь, хорошо? До свидания. Черт. Только этого не хватало. Что делать, да? Телефон. Есть, в квартире Красина включился какой-то мобильник. Задергались, ты его засек? Да, слушай. Чего тебе? Слышь, Моцарт, хахаль той телке нарисовался. Ищет ее. Я ее пока успокоил, типа она там на съемках в лесу. Но он же дальше шубашить будет. Номер фрайера взял? С ее хаты звонил. Сказал, что ночью там. Ну, что делать-то? Сиди, где сидишь. У тебя есть дело. Мы сами. За все. Вот мобильный этого Моцарта. Номер определился, но владелец, видимо, указан левый. Моцарт тоже кому-то звонит. Выведи звук. Моцарт, ты че? Ты мне нужен с тачкой и шабры возьми. А с телкой че делать? Посидит. Вернемся быстро, давай. Место положения второго мобильного отследила? Да. Похоже, там заложница. Скорее всего, Красина. Коля. Галя. Твоя группа за заложницей. Да, хорошо. Костя, ты на квартирах Тутаевой. Понял. У Красинах оставить наблюдение. Ага, ага, ага. Твоя группа за заложницей. 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 Тамара, Красина Да Кусачки Тамара, вы можете рассказать, что произошло? Вы наняли двойника Тутаеву Она поехала в детдом, вы следили за мужем Да, он подобрал на улице какую-то девицу и привез сюда Принес Чисто Пошли Моцарт Он нас спалил И у бабы на хвосте была Тамара, сидеть Не трожь ее Моцарт, тронешь ее и меня кончай И сам доставай, что тебе там нужно Замри Бурдюк, не трогай ее Значит так, сейчас быстренько принесешь, что я тебе сказал Мы сваливаем И тогда ты получишь ее, понял? Да Тебя кто-нибудь искать будет? Говори быстро, иначе так распишусь Я всю жизнь на морде орнамент носить будешь Я все им рассказала про Тутаеву Все-все Где Глеб? Вы нашли его Мужик, который охранял меня, уехал куда-то Мы это знаем Мужик, иначе так распишусь Не с места. Не с места. И его взяли совершенно случайно в Перми. После этого он переехал в Москву? Именно. А четыре месяца назад Моцарт вышел. И, похоже, взялся за старое. Он склотил ОПГ. Нашел Красина. По словам Красина, в ОПГ Моцарта состоят еще два человека. Мужчина и женщина. Женщину мы знаем, это Постникова. А мужчина, похоже, находится сейчас у Красиных дома. Ты чего приперлся-то? Глеб Андреевич, каким образом Рахманин вовлек вас в свою деятельность? Через Постникова? Да. Мы познакомились семь лет назад. Это уж я потом понял, что она специально со мной сошлась. Вопросы всякие задавала. Прощупывала. Открыто ничего не предлагала? Нет. Видно, она поняла, что я не стану с этим связываться. И что тогда? Тогда они поступили жестче. Жестче. Кать, мы сейчас вляпаемся куда-нибудь. А ты держи крепче роль, и все будет хорошо. Что это было? Катя, я убил мента. Он не дышит. Черт. Что же делать? Давай, помогай. Да бери, помогай. Давай. Зачем? Что теперь делать? Да и не ной. Не есть к кому обратиться. Так я познакомился с Моцартом и Бирюком. Это они спрятали труп. И требовали от вас ответные услуги. Глеб, извини, но мне обратиться больше некому. Поможешь? Да, конечно. Что случилось? Да меня братва попросила. Им 50 лимонов нужно. Да откуда же у меня такие деньги? А я про деньги ничего не говорил. Ты помоги. А там не важно, чтобы деньги и настоящими были. Мы сами напечатаем. Разбираться особо никто не будет. Я не могу. Глебушка. Тебя братва от мокрухи отмазала. А ты такой ерунды достать не можешь. И там надо-то всего ничего. А то ведь смотри, могут того самого мента откопать. Вообще не отвертишься. Что конкретно им от вас было нужно? Главным образом информация. По чернилам, по клише, по технологиям и защите. Печатная форма у них уже была. Они хотели сами делать бумагу. Но нужны были элементы защиты. И что вы? Тянул время. А потом они вообще исчезли. Но и я в Москву смылся. Поменял фамилию. Встретил Тамарку. Влюбился. А с месяца назад... Глеб! Это ты? Вот это да! Привет! Какая встреча? Не рад? Да нет, почему? А я смотрю, ты не ты. Бывают же такие совпадения. Разумеется, это было не совпадение. Они меня искали. И нашли. Просили эмиссионку. Бумагу. Эмиссионную бумагу? Вы могли ее достать? Нет, конечно. Я мог отследить поставку, кто и когда ее будет перевозить. А там бы уж они сами. И вы согласились. А что мне оставалось? Они мне начали угрожать. Говорили, когда меня посадят, с Тамаркой обязательно что-нибудь нехорошее может случиться. Что вы успели для них сделать? Достал образец бумаги. Ну и тут Тамарка меня выследила. Дальше мы знаем. Непонятно только одно. Как гильза оказалась в машине вашей жены? Когда Тамарку взяли, я понял, что нам все. Живыми нас не отпустят. Они собрались эту актрису убрать. Якобы авария. Чтобы вашу жену никто не искал. Да. Я понял, что это единственный шанс, чтобы расследование началось. Пустите! Это машина моей жены! Пустите! Я сказал! Пусть! 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 Свободен. Присаживайтесь, Глеб Андреич. На наш запрос у МВД по Перми ответил, что 7 лет назад, за указанный вами период, инспектора ГИБДД в Перми не пропадали. Кого же я тогда сбил? Я думаю, что это была инсценировка. Вам подкинули переодетый труп. Бомжа какого-нибудь. Труп потом спрятали. Кстати, форму капитана ГИБДД мы нашли у вашего очень близкого приятеля из Перми. Бордюка? Так точно. На форме была кровь той самой актрисы, Тутаевой. Вот так он ее остановил и убил. Разнакомьтесь и подпишите. Что это? Это подписка о невыезде. Воровство эмиссионной бумаги вы совершили под угрозами. А затем своим активным сотрудничеством вы помогли задержать и разоблатить членов ОПГ. Да какое там сотрудничество? И это все ради Тамарки. Кстати. Продолжение следует... Продолжение следует...